сегодняшняя встреча будет необычная с одним из блогеров каналов и это саша лавка удовольствие гляньте какие кроксы крутые привет привет вот это да но мы на самом деле выдвигаемся куда мы поедем на конный посмотрим что там интересного какие новинки есть ребята гляньте на какой машине я еду эта машина лавка удовольствий просто раритет машина дымала я же километраж намотал эта машина если я не ошибаюсь 80 года года моего рождения я немного накатал я ее использую как рекламный щит видишь как она у меня разукрашена щит от слова щит которая реклама правильно конечно поэтому вот видишь народ на остановках стоит обращают внимание лезет сразу в карман за телефоном подписываются поэтому и таки это очень удобная для пробок машина так ребята я понял надо попробовать себе прикупить машину какую машину купить фортовому коллекционеру напишите в описании и запись за фигачит на логотип фортовой коллекционер буду ездить к саше сюда потому что всегда берешься только на такси так вот никогда не делайте под на ходу не берите трубочку вот друзья мы уже возле лавки удовольствие зайдемся взглянем что там у саша интересного привез ему подарок монетку впервые да это монета один фарт саш ну давай посмотрим твою рецензию на эту монету что скажу развелось конечно нумизматов вот прикольно прикольно желтенькая гришка сравнить не с чем как обычно все гришки распроданы больше размером дано да это размер под юбилейные 2 гривны 22 вот она конечно будет в размере оба щетка четко как 10 гривневая монета украины него не картовый коллекционер да да вот так это проб на это проб на самом деле супер супер но моя рецензия однозначная слово youtube добавляет сюда добавляю однозначно чтобы это было youtube канал фартовый коллекционер только знаешь что я вот сейчас получил от раритета монетку сейчас я покажу ее монету от youtube канала шетон пусть будет по-вашински youtube канал раритет вот так не делай даби-даби-даби youtube ком зачем рекламировать просто сайт ютуба то есть просто напиши youtube канал ролики то есть вот так бы я не делал я не покажу как у меня уже готовы жетончик с дизайном с ютубом особенность конкретно это и то что это пробник и для того чтобы понять как они будут выглядеть они будут в меньшем размере хорошо лишь на твой подарок отвечаю тебе двумя подарками канала раритет красиво сделай обзор ребята подробнее расскажу про жетончики всем я давно не был тебя в магазинчике расскажи пожалуйста что у тебя интересного появилась за это время по может быть как материалу продажа прежде всего прежде всего лишь у меня появилось огромное количество значков обрати внимание здесь лена с артемом выставляют сейчас лоты на ул x вы меня спросите почему не на виолите потому что не знаю почему от одной гривны не набирает даже по 3 гривны вот обычные значки сейчас они попродавали по 3 по 5 гривен у нас большая распродажа потому что я откупил где-то 60 тысяч значков ли ухты да поэтому если кому надо есть разные абсолютно я здесь перемешку выставляю лоты есть значки которые реально стоят дороже чем 5 гривен допустим вот это вот подборка а там значок какой-нибудь фирменный который был привезен из-за границы вот и также обычные значки делаю такие подборки подборочки и он начинается не вон посмотри обрати внимание в кульках видишь грузят прямо лоты вот поэтому если интересно обращайтесь лёш огромное количество каталогов у меня в лапке сейчас можно приобрести абсолютно любые помимо тех которые ты знаешь вы знаете монетные сейчас есть и портсигары и чугунное литье и часы и награды и карманные часы и фотоаппараты то есть люди могут выбрать самое главное везде есть цены и можно примерно понять что ты держишь в руках за может карманный час и оставить посмотрим полиска конечно конечно визуально там же наверно сцены здесь посажен здесь есть фотография часов есть ее стоимость в рублях есть часы и собственно все 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 советские и плюс еще иностранные какого года вот он это 21 год все я не знаю кто делает это репринты не репринты какие-то вижу доска у тебя сзади висит это сырная сырная доска причем здесь есть печать кузнецова а есть вот сырающая печать которая ставилась на разогретый материал а с другой стороны там когда их сумок и нет ничего нет она полностью голая ну это недорогая вещь 700 гривен если они ошибаются и пожалуйста что еще что еще что еще есть интересно олюшка здесь у нас всего много сейчас я тебе покажу как у нас есть может подать мне там самовар есть самовар вот допустим приносят нам на ремонт обрати внимание вот такой вот редкий кузатый как на картинке про муху цокотуху реально редкий как ты знаешь что он редкий какой тираж у них нет нет ни в тираже дело дело в том что если взять и посмотреть царские прайсы вот вот такой 300 такой что а он называется топ стопка ли мне просто сама форма ладно а то сколько стоит что вот от 100 а это 300 товарищество панамарев и рыжок в городе харькове и здесь прайс вот представляешь на лавку на все их изделия если мы его просто полистаем здесь смотри склад металлов рельс балок цемента гвоздей проволоки разные рекламы вот видишь и здесь самовар обыкновенного фасона вот этот фасон называется банка это те самовары вот мы можем посмотреть размер емкость на сколько стаканов и цена за штуку в рублях там пять пять шестьдесят восемь пятьдесят от его размера зависит то есть на обычную семью там четырех литровый как на какой год такая цена была это у нас если не ошибаюсь 1890 года сейчас скажу тебе точно ну при плана приблизительно кинули так вот а теперь мы идем и переворачиваем запомнил цену допустим фото литра была 10 литровый пять рублей бой подожди размер это на 6 стаканов нет это маленький возьмем с собой на 15 стаканов 850 а теперь мы какую бы не смотрели форма другая не банка и на 15 стаканов его цена уже 10 рублей поэтому баночка это самая простая форма и дальше чем больше работы то есть если вот яйцо 11 рублей если это граненая банка то уже 1350 потому что здесь больше а у нас с тобой видел до размер то есть он не размер а это тоже яйцо но еще и долями понимаешь то есть это называется граненый овальный то есть ваза и он вот смотри его цена 20 это уже там пока выйдет рубль двадцать за фунт то есть по весу продавали вот обрати внимание что такой же допустим там 1350 и здесь везде чем круче тем он дороже за фунт поэтому можно здесь посмотреть по старым записям резкость этого самовара обрати внимание существовали такие которые ну прям очень произведение искусства граненые рококо тюльпаны у тебя есть такой да у меня шар это шар и если посмотреть по старым его скажем так по старому прайсу то эгоисты и тететет и это самовары которые выпускались для влюбленной парочки на четыре чашки чая посидеть вот такие вот для рабочей семьи они не могли себе позволить такой помощь он стоил по финансам гораздо дороже более дорогая работа а сколько такой вот например стоит у тебя лавки его приобрести 10 тысяч гривен то есть если кто захочет ребята полностью рабочий он уже давно у меня в лавке его был смешной случай его и купили потом мне же его и продали нужны были деньги купили его для какой-то съемки для какого-то антуража вот поэтому он возвращается ко мне второй раз вещь шикардосная обрати внимание что то есть его цена примерно на аукционах российских достигать даже тысячи долларов а люди принесли просто сдавать его на металлономе вот причем тот кто работал на металлономе чтобы убедиться что он медный взял еще и ударил то есть это запаянная дырочка скажи пожалуйста вот на сколько их можно пользоваться сейчас уже там металл такой который специально обрабатывался для того чтобы использовать для чая их сейчас как раз так и используют эти самовары внутри пищевым уловом луженые и они полезны даже пить из такого самого опера слышу пищевого улова да ну пищевым уловом появится и а ты когда приобретать смотришь внутри как вот на самом деле сделаны то есть если он там как-то я их ремонтируем полностью мы их чистим полностью люди нам приносят и на чистку и на ремонт и обязательно даже вот если взять кружку это тоже я вам показывал неоднократно это работа из самовара то есть вот здесь один самовар видишь здесь медали здесь мы ее тоже улудим пищевым уловом потому что из чисто медной посуды пить нельзя тебе любовь стоматолог скажет зубы раздель это не полезно есть сейчас прямо теория о полезности питья и еды из медной посуды но даже в старые времена это все лудили потому что это не очень полезно ты знаешь если капнуть на медь то сразу окисел красный и зеленый получается соответственно зубах будет то же самое поэтому все они лудятся пищевым уловом и теперь я могу наливать и пить спокойно у вас класс по самовара покажешь на улице что у тебя конечно идем тут целая подборка самоваров очень хоть и светло красиво вот к примеру это самовар который называется тет-а-тет если даже взять такой же формы обрати внимание они очень похожи то это обычный самовар рюмочка а это гораздо меньше то есть здесь меньше двух литров и такой самовар уже использовался для более богатых людей посидеть на датичке распалить на несколько чашечек а такими самоварами вот которые обычные пользовались уже обычные рабочие семьи в каждом доме стоял сколько это вот этот 4000 время сюда еще не поставил хватки видишь у меня кстати новые хватки от того что царские выходят из строя дерево не сохранилось и вот это вот появилась советское время некрасиво прикручивалась и так далее я сейчас вытащил на заводе видишь меня вытащили новые и ручки и хватки поэтому сейчас уже мой с хэндмейд скажем так вот обратим внимание оригинальным это старый да это и старый ну видишь когда-то пропали вот эти закруточки красивые и просто заклипали в советское время то есть это все я поменяю так не не боже продавали ну да вот так должно быть алта козак до обязательно должны быть такие свои фланцы эти а это что там вот так вот извращались то есть видишь такие ручки ставлю ну кто как мог так и делал это же советское время кто-то вот такие поставят а тоже не родное вот здесь вот я поменяю видишь самовар раздолбанный сюда только его приобрел надо поставить а по поводу ты говоришь внутри каждый самовар внутри абсолютно разный видишь здесь сверху латуни они все пищевым оловом этот самовар я только попаял и этот самовар вот осталось почистить у него тоже были свои дырочки я их закрыл все паечкой трубу припаяли кстати эти трубы уже советское время они были из обычного металла но здесь она еще латунная видишь она родная поэтому она с маленькой вмятинка вот здесь но я не стал ее менять на современную это было бы уже не так новодельно было новодельно одесно новодельный самовары таки бывают именно рабочие сейчас в россии курске есть человек сам открыл свою фабрику где делает самовары подносы в общем у него целая такая литейка и кружки делает разные поэтому есть есть сейчас современный есть если брать для себя домой на там на двоих на троих человек какой размер ты его посоветовал 100 долларов обычную банку за ней не нужно ухаживать то есть вот смотри вот этот самовар который мы только почистили на для продажи привели в порядок вот он постоял две недели под дождиком видишь все потускнеет а этот стоит уже больше месяца он совсем темный поэтому как бы ты не хранил его чтобы ты не делала они будут темнеть поэтому для сдачи не нужно брать дорогущий нужно брать просто видишь тут читабельны все медали самовар стоит 3000 гривен или 100 долларов вот здесь медали более из изношенными за не видно что они есть шум царский но к сожалению можно брать вообще советский он продается порядка полутора тысячи месяц нет наличие он такой же формы банка но такого цвета когда его уже никелировали и если просто печаль ну конечно когда друзья придут и будут рассматривать медали и что он выпущен 150 лет назад это конечно больше радость спасибо сосу очень интересно я хочу себе может на дачу прикупить пока лето еще или там ближе к сентябрю ребята заходите сюда здесь гляньте какой широкий выбор можно все посмотреть все пощупать визуально прямо вот так вот прикоснуться а вот здесь уже допустим самовар который репа видишь как мой сгрушена ну репа есть груши и срепы вот это конкретно самовар уже более требующий ухода потому что его даже мыть сложнее из-за его формы и сохранить тоже тяжелее поэтому этот самовар стоит уже от 6000 гривен и выше такой формы ну вот заехал в лавку удовольствие посмотрел какие там интересные есть товары друзья приезжайте в гости участвуйте в конкурсе у саши ссылочку на это видео я оставлю в описании там где у него конкурс с офигенной монеткой и спасибо что посмотрели ролик всем пока